Здравствуйте, уважаемые зрители ютуб-канала Игрянул Грэм. Ну вот у нас завершающая сегодня страница прямого эфира программы Грэммология. С вами я, ее ведущий Константин Рангс. И поскольку у нас сегодня 6 марта, ближайшая Грэммология к празднику Международному женскому дню 8 марта, было бы, наверное, правильно поговорить об этом дне, потому что он, к сожалению, к большому моему сожалению, зачастую неправильно интерпретируется. Доходит до того, что многие считают, что это какой-то особый советский праздник, что совершенно не так. Но, вы знаете, говорить о самом празднике уже довольно скучно, потому что о происхождении праздника Розе Люксембург и Кларе Цеткин говорилось очень много. И я думаю, что в этом случае нет смысла и повторяться. И поэтому, так скажем, в передаче, посвященной 8 марта, я хотел бы рассказать о 8 великих женщинах, которые в Европе, как скажем, малоизвестны, кроме одной, но она тоже как бы в этой когорте. Это женщины, что называется, из третьего мира, так можно назвать, опять же, кроме одной. Но эти женщины в своё время сделали очень многое для того, чтобы не просто как бы отстоять независимость своего государства, неважно, что это такое было, или как бы добиться каких-то ещё там политических усмехов в клановой какой-то борьбе. Эти женщины в том числе поднимали вопрос о правах других женщин, других сословий и борьбы с мужским насилием, причём делали это давным-давно, задолго до первых суфражисток, которые только появились. В преддверии, в день святого Валентина мы говорили о влиянии любви, куртуазной любви, которая развивалась в Западной Европе. Мы упоминали о Леонору Квитанскую, Жанну Д'Арк и других женщин той эпохи, которые добились многих успехов и которые вошли в историю. Как женщины-воительницы, женщины, которые были правительницами, это всё понятно. Но надо сказать, что ведь Европой мир не ограничен. Это наш европоцентризм. Это было хорошо в 19 веке, неплохо было в 20. Но в 21 веке мы должны понимать, что миру диверсифицируется и это кому нравится, это кому не нравится. Это действительно реальный процесс. Поэтому давайте сегодня поговорим 8 марта 8 из великих женщин, о которых, возможно, вы никогда и не слышали. Ну, у нас тут идёт... Нужно здороваться с нашим уважаемым чартом. Вот перепишут о том, что Татьяна Бакум, 8 марта празднуют лишь коммуняки и россияне. 8 марта празднуют по всей планете, если посмотреть. Это вообще официальный праздник ООН. 8 марта можно видеть, как его празднуют в Африке, в Латинской Америке. Ну, например, в той же самой Финляндии я сколько раз видел и присутствовал на мероприятиях, посвящённых 8 марта, и это были не коммунисты. Понимаете, это очень важный момент, это большая ошибка предполагать, что это только движение левых. Вы посмотрите, все феминистки, они упоминают этот праздник, только в другом контексте. Это не праздник, когда мужчина даёт женщине цветочек. Это понятие вообще-то напоминает гендерное какое-то, такое очень смутное в этом смысл. А вот как раз дело борьбы за права женщин, за их равноправие. Вот в чём смысл этого праздника-то. Так, дальше двинюся. Константин Боровик, поздравляем всех наступающим. Помню, продавали прессованную мимозу из коробок у метро, рубль, штучка, вдавку. Вы знаете, до сих пор её продают, и даже в европейских странах можно найти. Но всё-таки, всё-таки, давайте, поехали. Первым упомянем мы, мы будем их ставить по близости к нашим временам, поэтому первое, это будет фаронесса царица Хадшипсут, которая взяла на себя роль фараона 18-й династии Египта. Правила она, послушайте, 3500 лет тому назад, в течение 22-х лет. Она вообще, по традиции, вышла замуж за своего сводного брата, Тутмоса II, примерно в 12 лет. А потом стала королевой регеншей при своём пасынке и племяннике одновременно. Тутмосе III, который унаследовал трон в два года, в возрасте двух лет. Через семь лет своего регенства, в 1478 году до нашей эры, она вообще нарушила традицию и короновала себя в качестве соправителя ребёнка короля. Давайте посмотрим картинку номер один, чтобы мы чётко себе представляли, о чём идёт речь географически. Вот у нас, видите, там зелёная точечка – это Египет. Вот там у нас правило царица Хадшипсут. Ну, а сейчас давайте посмотрим картинку номер два. Это изображение данной царицы. В общем-то, конечно, достоверности тут, наверное, немного, но тем не менее, это такое, как бы, напоминание. Вот она у нас уже, как скажем, на очереди, эта картиночка есть. Обратите внимание, у неё борода. Дело всё в том, чтобы быть принятой патриархальным обществом Египта, где, в общем, монархами были мужчины, Хадшипсут носила традиционные короткие королевские, ну, фараоновские юбки. Короткие юбки – это было дело мужское. И накладную бороду. Вот это тоже очень важная вещь. Изображали её тоже с крупными мускулами, и которая в руках держала вот знаки фараоновской власти. Она, эта женщина, способствовала процветанию экономики, восстановила разрушенные в своё время торговые сети и построила сотни строительных проектов в Верхнем и Нижнем Египте. То есть, в Устье Нила и в центральной его части. Надо сказать, что выясняется, что вообще была теория, что её убил фараон Тутмос III, который вообще после этого стёр имя Хадшипсут из публичных записей, уничтожал её статуи. В общем, взял и убил маму. Однако проведённый в 2007 году анализ мумии, идентифицированный как Хадшипсут, показал, что на момент смерти этой женщине было не так уж мало по тем временам, 50 лет, что она была толстой, ну, можно назвать тучной женщиной, тут без всякого, это просто диагностика, и скончалась от болезни. У неё был рак печени, и всё это на фоне диабета. К тому же, в 2011 году был проведён новый анализ мумии, что позволило установить смерть из-за заражения организма через неправильно вырванный коренной зуб. Зуб был найден в специальной коробочке с забальзамированной печенью и кишечником царицы. Годы, в общем, стало ясно, что её, так скажем, Тутмас III, её пасынок и племянник, не убивал свою мачеху и тётю, и, собственно говоря, смерть наступила от естественных причин. Годы правления Хадшипсута знаменовались вообще, вот мы можем завершать это, процессом, большим прогрессом в экономике, культуре и в государственном строительстве древнего Египта. Так что, то, что она сделала, вообще вошло в историю как образец того, что и женщина, вот, три с половиной тысячи лет тому назад, может взять на себя всю полноту власти и добиться при этом большого успеха. Мало того, Хадшипсут как раз поддерживала вообще работу женщин, как бы, над собой и занятия ими определённых должностей, чтобы они повышали свой интеллектуальный уровень, профессиональный уровень, и она была своего рода живым воплощением возможного успеха. Не будем далеко уходить от Египта. Следующая у нас женщина, про которую слышали все, это Клеопатра. Давайте опять вернёмся к первой картиночке, вот первой карте, карта номер один у нас, вот, египетская. Опять мы, да, вот именно она. Это времена, как можно их назвать, Римский Египет. Клеопатра была царицей Птоломеевского царства Египта, правила 21 год вместе с двумя братьями и была последней активной правительницей до того, как Рим аннексировал Египет в 30-м году до нашей эры. Эта женщина, Клеопатра, славилась своей красотой и умом. Конечно, никаких особенных, ярких, таких живописных или каких-то ещё свидетельств её красоты мы не имеем. Мы имеем только описание. И, кстати, интересно, как представляет по этим описаниям её искусственный интеллект. Давайте посмотрим третью картиночку. Вот так её представляет искусственный интеллект по словесным описаниям. Она была последней представительницей македонского греческого происхождения, которое правило Египтом. Клеопатра и её брат Птоломей XIII стали соправителями, когда их отец Птоломей XII умер в 51-м году до нашей эры. Но борьба за власть между собой, война между ними, заставила римского диктатора, точнее, как заставила, удобный был случай, Юлия Цезаря, не просто стать любовником Клеопатры, но принять её сторону. И всё это, в конечном счёте, привело к тому, что она победила своего брата. Птоломей XIII был убит в бою. Цезарь объявил Клеопатру и другого её брата, Птоломей XIV, соправителями. Таким образом, вроде бы, всё стало хорошо. Этот брат умер в том же году, когда Цезарь был убит в Риме, 44-й год до нашей эры, и она провозгласила себя и сына Цезаря, сына Цезаря, Цезариона, соправителями, соправитель под именем Птоломей XV, для развития дальнейшей династии. Тут важно отметить, что после смерти Цезаря у неё сложились отношения с одним из политических наследников Цезаря, Марком Антонием. Клеопатра, несомненно, как государственный деятель, рассчитывала на преференции для своего царства, тем более, что она по-настоящему вроде бы влюбилась в Антония, а Антоний был от Клеопатры вообще без ума. Они поженились, родили близнецов и обменялись политическими услугами. Как уж без этого-то. Клеопатра финансово поддержала сепаратистские устремления Антония. Её желание получить назад от Рима части Сирии и Ливана только усилило конфликт с приёмным сыном Цезаря, Октавианом Августом. А это привело к войне, то есть, по сути дела, к гражданской войне внутри самого Рима. Считается, что когда в битве при акции Антоний и Октавиан встретились в бою, Антоний получил сообщение, что Клеопатра погибла или умерла, он бросился на меч, покончил таким образом жизнь самоубийством. Ну и надо сказать, что когда Октавиан прибыл, чтобы арестовать мятежную Клеопатру во дворце в Александрии, она, согласно легенде, покончила жизнь самоубийством, опустив руки в чашу с фруктами, где, согласно опять-таки легендам, сидел ядовитый аспид. Такая змеюга, чей укус безболезненный, но смертельный. Хотя говорят, что она могла получить яд через заколку, мазь или каким-то другим способом, неважно. Дело все в том, что, несомненно, другое. Клеопатра была умной и весьма успешной в своем деле царицей. Она как бы сделала такой мостик от Хатшипсут к более последующим временам. Учтите, между Хатшипсут и Клеопатрой полторы тысячи лет. Полторы тысячи лет. И, тем не менее, это уже был новый уровень, когда даже ее противники признавали за ней ее ум, умение. И что тоже очень важно, она показывала, как может искусно и управлять, и даже организовывать, вести политические игрища женщина. Про это говорили, и история Антонии и Клеопатры это не только история любви и страсти, это история и умелых политических интриг. Так, мы продолжаем. Так, какая романтичная смерть двух влюбленных. Ну, вы знаете, у Шекспира есть Антонии и Клеопатры, знаменитая драма. Так, тут идет политическая дискуссия. Ну, в общем-то, это все показывает, что и женщины теперь тоже в политике инкорпорированы. Давайте двинемся дальше. Вот тут, я думаю, вас будет очень интересно, потому что, если про Антонию и Клеопатру вы слышали, то вряд ли многие слышали про царицу Аминорену. Давайте-ка посмотрим картинку, которая у нас под номером четыре. Да, мы перенесемся с вами к югу от Египта в страну Кум или Нубию, как ее еще называли. Эта страна, это граничилось Египтом, южнее его было, но все происходило как раз в те же самые годы, как и при Клеопатре. Если Клеопатра, можно сказать, потерпела фиаско в своих желаниях сохранить царство и избавиться от римского гнета, она, несомненно, хотела независимости для своей страны и для себя лично, то другая царица Аминорена, она, которая правила с сорокового года до нашей эры, до десятого года, тридцать лет, смогла добиться успеха. Никакие римляне ее не одолели. Никаких изображений этой царицы мы не имеем, однако надо отметить, что британский искусствовед Нил Макгрегор, ссылаясь на античного историка Страбона, описывает Аминорену как свирепую одноглазую царицу-ведьму. Вы можете себе представить одноглазая такая? Ну, понятное дело, почему? Ведь, когда римский император Август завоевал в тридцатом году до нашей эры Египет и имел планы продолжить свои завоевания на юг в Кум, в страну Кум, то неожиданно выяснилась такая вещь. Тамошний царь, который был братом то ли мужем Аминорене, как-то совершенно слился. Она решила, что сидеть и ждать, когда придут римские легионы и либо тебя убьют, либо пленят, либо покажут тебе на дверь в пустыню, ждать не стоит. Она собрала свои войска, у нее была армия, и немаленькая армия, 30 тысяч все-таки подготовленных было воинов, и она атаковала римлян сама, первая, неожиданно. Она захватила два, три города, которые уже были под властью римлян. И тут, надо сказать, римляне малость поперхнулись, потому что что там такое происходит? Какая-то ведьма одноглазая рубит наши легионы в капусту, загоняет их в пустыню, где у них там вода по чайной ложечке выдается. Как она все это умудряется делать вообще? Безобразие. Ну и что? Были организованы битвы, римляне собрали армию, вы можете найти в интернете подробно детали, но, в общем, короче говоря, рубились они знатно. И в 24-м году до нашей эры было принято решение о том, что, ну что, ну за кому в Риму нужно, что ли, эта страна кум? Обойдемся, слишком большой кровью она достается. Начались переговоры, сначала война как бы вообще застряла. Ни туда, ни сюда, ни римляне не могут, но и кум полностью римлян изничтожить не может. Все, встало. В 24-м году встало, в 21-м году, то есть, считайте, через три года, начались переговоры. Переговоры шли, и был заключен мирный договор вот с этой самой царицей Аминареной. И надо сказать, что договор-то оказался потрясающе выгодным для обеих сторон. У Египта появилась с югу граница от набегов и союзник для борьбы со всевозможными дикими племенами с юга, а страна кум получила возможности хорошей постоянной торговли с богатой римской империей. Аминарена умерла около десятого года до нашей эры, то есть полгода где-то одиннадцать лет она наслаждалась плодами своих боев и была похоронена в их ритуальном комплексе пирамидальном Джебель-Баркал. Аминарену помнят по всей долине Нила до сих пор. Вот, кстати, по случаю восьмого марта и за ее пределами как нубийскую царицу, которая смогла отбить наступление римлян. И, кстати, добавлю, договор между страной Кум и Римской империи действовал 300 лет, вы представьте себе, 300 лет. И он как бы прекратил свое существование просто потому, что из-за климатических изменений страна Кум практически полностью обезлюдила, там туда ее прижала пустыня. Так что вот вам конкретный пример и не просто правления, но правления военного и успешного. Дальше посмотрим тут у нас уже, мы помним как так, да, одну подругу жены, все ее подружки ведьмы зовут, никогда не догадайтесь за что, что глаза нет, неужели? Так, мы все тут ведьмы. Перейдем дальше, следующее у нас будет королева Боудика из древнего британского племени Иценев, которая стала лидером своего народа, легендарной фигурой, культурным символом. Давайте посмотрим пятую карту, вот мы теперь переносимся в Британию, и, кстати, хочу сказать, что не настолько это позже, чем событие в стране Кум. Это все было при Римской империи, точнее, расцвет Римской империи, королева Боудика была замужем за вождем вот этого племени Ицени, это сейчас северо-восточная часть Англии, и ее муж скончался в 60-м году нашей эры. Он был союзником англичан в борьбе против других племен, но очень интересное было соглашение, он оставался вождем до тех пор, пока жив. Когда он умер, то Римская империя присоединила к себе Иценское королевство. Во время захвата власти римляне публично пороли царицу, вот эту самую Боудику, и показательно изнасиловали двух ее дочерей. Ну, такие были тогда нравы. Надо заметить, что это этим как в том случае, что ничего личного, только бизнес, в данном случае только правила. Этим как бы должны были показать подчиненное положение. Королева после этого могла продолжать себе исполнять свои обязанности, но чисто номинально. Но выпрать ее это было обязательно с точки зрения Римлян. Но не такова была Боудика. Боудика проходила военную подготовку, и вот она не подчинилась, а стала собирать армию ценов и других британских племен для того, чтобы бороться. Вместе они атаковали три основных римских населенных пункта, включая Ландиниум, это примерно современный Лондон, и разгромили отряды римских легионеров. По этому случаю, кстати, в Лондоне стоит монумент, посвященный королеве Боудике. Посмотрите, пожалуйста, это сама Боудика с копьем на вот такой повозке, и две ее дочери, которые ей помогали в ратном деле. Ее последователи после этого выиграли еще две битвы, и нанесли римлянам значительные поражения. И надо сказать, что они были близки к успеху, то есть к изгнанию римлян, но легионы Рима перегруппировались и решительно разгромили бритов в третьей и последней битве. После этого Боудика умерла. И сейчас неизвестно, то ли в результате самоубийства, то ли болезни, то ли плохо сделалось, достоверно неизвестно. Но ее восстание в 61 году нашей эры сделало ее национальной героиней и культурным символом 15 веков спустя, уже во времена английского возрождения, а во времена королевы Виктории она как раз уже вообще стала иконой борьбы, и был в 1902 году построен этот памятник. Правда, надо сказать, что историки говорят, что в этом есть какая-то злая ирония. Боудика боролась против Римской империи, но как раз Британская империя борца против империи сделала одним из своих исторических символов. Но вот такой момент история Боудики показывает, что в принципе женщины не прощают нанесенных обид. Ведь если ничего бы с ней не сделали, скорее всего бы правила она себе, и так в истории исчезла бы в этом безумном количестве имен. Тем не менее, мы знаем, что вот она совершила такое большое дело для англичан. Так, и дальше Эра ступа для комфорта, идут дальше Так, Клявер, не отвлекайтесь, Геннадий, зашли не в ту дверь, Так, ну тут между женщинами идет спор политический, давайте мы дальше двинемся. Следующая королева это королева Сеондок, Корея, седьмой век нашей эры. Переметнемся уже на Дальний Восток. Там история была тоже, прямо скажем, достаточно специфическая. Дело все в том, что у короля Джинпхёна не было наследников мужского пола, и его дочь попросила дать ей шансы возглавить трон, сесть на трон. Женщины раньше обладали определенной властью в Силле, это одно из трех королевств на Корейском полуострове, но чтобы женщина была полностью империакоролевой, такого, со всей полнотой власти, такого еще не было. Но в январе 632 года Сандок начала свое 15-летнее пребывание на троне в качестве 27-й правительницы силы, правящей королевы, и она начала вести бесконечные войны с другими королевствами. При этом она не забывала о науках, искусствах и о жизни простого народа. Сандок, например, учредила систему королевских инспекторов, которые должны были в свою очередь руководить уходом за вдовами, вдовцами, бедняками, сиротами и престарелыми. Это, напомню, 7-й век нашей эры. Кроме этого, она построила астрономическую обсерваторию Чомсонде, это в переводе башня наблюдения за небом, чтобы помочь крестьянам решать вопрос, когда им что делать-то сажать, например, убирать. Она освободила крестьян от налогов периодически там на год, снизила налоги для среднего класса. И, в общем-то, надо сказать, что даже династия Тан в соседнем Китае, которая поначалу отказалась признавать власть королевы Сиондок, под конец решила, что да, это легитимный руководитель. Мало того, через некоторое время королева Сиондок с императором Китая договорились о совместных боевых действиях против двух остальных королевств, и, в общем-то, это было довольно-таки успешно. В 647 году, подавляя десятидневное восстание под руководством одного из советников королева Сиондок заболела и умерла. Что интересно, что ее двоюродная сестра, коронованная королевой Джиндок, стала следующей женщиной правительницы силы. Надо опять-таки заметить, что королева Сиондок не просто беспокоилась о стариках и престарелых, как я отметил, она беспокоилась о вдовах, о женщинах, которые остались с маленькими детьми, и это было действительно большим прорывом. То есть, женский вопрос при королеве Сиондок очень активно стал разбираться. И надо сказать, что современные исследователи говорят о том, что тот фундамент, который заложила королева Сиондок, он до сих пор присутствует в корейском обществе, и может быть, не только в корейском. Так, 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 идёт у нас и, да, так, но когда это будут боевые ведьмы-воительницы, это Кристофер Майф-16. Ладно, двинемся дальше. Опять-таки, мы далеко не уйдём. Следующий у нас Китай. Китай. Императрица Уцзиньтянь. Первая, единственная женщина-императрица Китая, мы о ней уже однажды говорили. Она была фактической правительницей династии Тан в течение сорока лет, с 665 года по 775 год. То есть, фактически, она как бы своего рода перевзяла вот эту эстафету от корейской королевы Сион-Док. Там разница всего 25 лет. Она руководила сильной рукой, формировала эффективное и некоррумпированное правительство и вообще выступала против аристократии в целях развития крестьянского крыласа. Ведь она же впервые пришла в эспираторский двор в качестве наложницы императора и жизнь простых людей она прекрасно знала. Она получила власть, как сами пишут историки, благодаря своей безжалостности, обману, дворцовым интригам, обвинениям в колдовстве и буквально рекам пролитой крови. Но кого это волновало в народе, потому что это была кровь чиновников, дворя, аристократии, то есть непростого народа, простой же народ, получал всевозможные преференции. При ней была решена проблема голода, благодаря особым хранилищам для зерна, которые были при ней построены. Она продвигала искусство и литературу, инициировала кампании по повышению положения женщин и прав женщин, то есть это было уже прописано о том, что женщины имеют права, в том числе имущественные права, хозяйственные права. Она продвигала буддизм на смену доосизма, и вообще, собственно говоря, при ней Китай совершил огромный культурный скачок. Надо сказать, что в 1975 году в результате переворота Уцзентянь была отстранена от власти, и в том же году позже она скончалась по своей естественной причине, или нет, это, так скажем, вопрос дискуссионный, но, тем не менее, такое наблюдалось. Посмотрите, давайте теперь от Азии опять вернемся в Африку и вернемся в южную ее часть. Поэтому хотелось бы так, почему нельзя делать отдельные выпуски граммологии, так, идет просмотрами, ну, в принципе, принципиально так, сейчас больше людей могут услышать нас, так, также Кочубейка, там тоже, это Ольга Грекевича на метле, на машине, так, идет разговоры, но тут уже идет вопрос более жизненный и практичный сейчас, вот, а мы двинемся дальше, мне вообще, Александра, мне вообще кажется, что женщинам проще договориться, зачастую не всегда, но важно тут еще вопрос, какие женщины, итак, мы с вами переносимся на территорию нынешней Анголы, нынешней Анголы, это начало 17 века, начало 17 века это эпоха мушкетеров, короля гвардейцы кардинала, кардинал Ришелье, ну и все такое прочее, то есть, можно себе представить, какие времена, это времена, когда правила королева Зингамбанды, правительница народа Мбунду, на территории нынешней Анголы, вот как раз мы видим, где это, надо сказать, что история совершенно фантастическая, она была, у нее был брат, брат, и который был королем своего народа, она при брате была, и вот тут-то возникла такая проблема, с растущим спросом на рабский труд, Португалия основала колонию неподалеку от земли Мбунду, чтобы расширять работраговлю, то есть, ловить, скажем, подданных короля и вывозить их как рабов. И надо сказать, что, в общем-то, все было совершенно понятно, и какие могли быть перспективы у африканцев с их луками и стрелами. Но, тем не менее, брат послал свою сестру, сам он очень, так скажем, был в полнейшей депрессии от непобедимости португальцев, он послал своему сестру, вот эту Зингумбанде, как свою сестру, общаться с прибывшими португальцами. Беседа вообще была крайне интересной. Представьте себе, комната, в комнате один-единственный стул, на котором сидит чуть ли не вице-король Индии, который плыл тем временем в Индию, берегов Ангола остановился, он вот сидит, рядом стоит его свита, и когда туда входят вот эти представители народа Мбунду во главе с сестрой короля, то, естественно, обнаруживают, что больше никакого стула нету, а есть только коврик, вот куда должна встать эта самая посланница. Что делает королева, будущая королева Зинга? Она видит, что стула нет, она приказывает своей служанке встать на четвереньки и садиться на служанку как на стул. Король был, вице-король был восхищен таким, как говорится, сообразительностью этой чернокожей принцессы и начал беседовать по делу. Конечно, они требовали португальцы очень многого, и когда она Зинга рассказала все своему брату, брат не нашел ничего лучшего, как проявить малодушие и покончил жизнь самоубийством перед лицом начинающегося португальского вторжения. однако тут-то получилась интересная ситуация. Сестрица-то ему сдаваться абсолютно не собиралась. Она начала сражаться. Она организовывала атаки, засады. Она собрала племена. И, в общем, надо сказать, что через некоторое время португальцы сочли, что все-таки с ней не надо ссориться. В конечном счете вокруг полно других земель, где можно наловить рабов, а уж с ней не надо воевать. И в 1622 году они мир с португальцами и заключили. И вот что любопытно, получив мир с португальцами, Нзинга получила возможность отбиваться от нападавших на ее территорию других более крупных и агрессивных племен, то есть проявив тут изряднейшую такую ловкость. Но и надо заметить, что она все время следила за тем, как португальцы соблюдают соглашение. Когда португальцы начали нарушать соглашение, Нзинга заключила временный союз с голландцами, врагами португальцев и стравила их и повела против них свою армию. Благодаря своему личному руководству, своему полководческому таланту, Нзинга десятилетиями успешно сдерживала португальские войска, лично водила отряды в бой, даже когда ей было хорошо за 60. Королева Нзинга мирно умерла в возрасте 80 лет, проведя долгую жизнь, защищая свой народ от колониального гнета, и ее, в общем-то, называют матерью народов Африки, которая показала, как женщина может бороться самыми сильными превосходящими силами, используя природное женское коварство, хитрость и ловкость. И вот это действительно сейчас стоят памятники, в интернете полно всевозможных рисунков с изображением Нзинга Мбанда. Кстати, опять-таки, по случаю 8 марта упоминается у них там в Африке особенно Зинга Мбанда как известный борец, в том числе и за права женщин, поскольку она не забывала права своих сестер, о нем образны, и поскольку многих женщин, она продвигала в том числе и по военной части. Ну что ж, так, дальше, одна из моих подруг продала свой мотоцикл, когда попала под сильную, где много женщин, там происходит чудеса, напишет J-O-W, вот, ну что ж, хитрости, коварства, да, это очень важное свойство женское. Ну и, наконец, это у нас восьмая позиция, время у нас идёт, восьмая женщина из нашего списка, это уже совсем близкие к нам времена. В то время, когда была эта Гана, вот у нас, где Гана находится, в то время, когда как раз Клара Цеткина, Роза Люксембург в Европе, вы говорили о празднике, 8 марта, учреждении, в это время в Гане шла война, война с британцами, и руководила этой войной женщина Я-Ас-Ан-Тэ-Ва. Я-Ас-Ан-Тэ-Ва была королевой процветающей империи Ашанти, также называемой Ас-Ан-Тэ, или это как раз территория Ганы. Будучи, сначала тоже всё получилось как-то странно, был муж, по-моему, там, или кто-то ещё, или отец, в общем-то, мужики имеют какое-то странное свойство сливаться, когда всё плохо, А тут получилось, что деваться уже некуда. Будучи королевой, она стала официальной защитницей самого священного объекта их империи, Золотого Трона. Сделанной из чистого золота, и, как полагают, вмещающей душу нации, он, этот трон, олицетворял смысл и, как скажем, преемственность этой самой империи. Когда британские войска вторглись в 1886 году, они захотели захватить этот самый золотой трон и, по своей традиции, увезти его в Лондон. А Санте-Ва отказалась отдавать трон. Вместо этого она повела против британцев армию, призывая вступать в её ряды женщин. Сохранились её прямые слова. Я призываю своих сестёр женщин, мы будем сражаться с белыми людьми, мы будем сражаться даже до тех пор, пока последний из нас не умрёт, погибнув на полях сражений. Что может быть лучше? Это знаменитая фраза о Санте-Ва, про поля сражений. В течение нескольких месяцев, начиная с 1900 года, войска о Санте-Ва осаждали британские оккупационные силы. И только после того, когда британцы туда отправили несколько тысяч дополнительных отборных отрядов, отправили туда артиллерию, они таки смогли справиться с армией Санте-Ва. Санте-Ва была схвачена и сослана на каторгу на Сейшельские острова, где и умерла в 1925 году. Она признана в наше время одной из самых знаменитых феминистских моделей по всей Африке, не только из-за ее роли во время войны, но и из-за ее идеи относительно отношений между мужчинами и женщинами. Она учила женщин, тогдашней Ганны, противостоять любому насилию, совершаемому мужчиной. Она говорила о том, что необходимо создавать гармоничные отношения в семье и вообще в обществе между мужчинами и женщинами. Это было еще до того, как Клара Цеткин и Роза Люксембург провозгласили и провели вот этот первый женский конгресс. Это было до этого за полтора десятка лет. Поэтому нечему удивляться, что, например, в той же самой Африке именно Асентева или Зинга это те самые женщины образец того, как с одной стороны женщина должна и может брать все в свои руки, с другой стороны это показывает, что зачастую мужчина он мудит хорошим исполнительным приказом женщины, и еще что очень важно, о том, что именно белые колонизаторы, белые колонизаторы, они существа бесчести и совести. И вот такое к нам, я хочу заметить, отношение. Так что нечему удивляться, когда та же самая черная Африка или вообще Африка, они обращают внимание в день 8 марта на свои собственные задачи, задачи борьбы, задачи продвижения своей повестки и они выступают именно за женщину, которая занимает, может быть, самое главное место в человечестве как производитель, создатель рода людского. Прошу прощения, вся наша цивилизация, если мы не будем размножаться, закончится очень быстро и 100 лет не пройдет. Такая вот картинка, о чем хотелось сегодня поговорить без Розы Люксембург, Клара Центкин и других известных европейских женщин. Так, есть с кого брать пример защите Родины, Елена Сонга пишет, да, жизнь, так, насилие меня вообще бесит, Ева Нова пишет, так, пошли амазонить, Юлия Шматко, ну, вы знаете, вот как раз очень важный момент, о котором хотелось бы сказать, о том, что, да, действительно, все эти женщины и в той обстановке, в которой они существовали, там не было, многие, кстати, об этом авторы пишут, не было абсолютно, так скажем, благостных и таких, знаете, мягких. Та же самая Зинга воюет с португальцами, чтобы не продавали ее людей в рабство, но при этом это не мешает ей позволять и договариваться, чтобы в рабство отправляли других. То есть, с одной стороны, позиция каждой сам за себя, один Господь за всех, вот, она присутствует повсеместно. И надо сказать, что женщины, поскольку все-таки женщины более практичные существа, чем мужчины, это у мужчин всякие там идеи, там, философия в голове, женщин практичные существа, им семью прокормить, надо детей вырастить, они и могут быть гораздо более жесткими и даже жестокими. И их логика, это только мужчины придумывают, что логика женщин какая-то такая непонятная, она очень даже понятная, она просто-напросто иногда ошарашивает своей ясностью и такой кристальной, знаете, как алмаз, прозрачной твердостью. Вот это действительно очень интересная штука. Ну что ж, время нашей странички гриммологии заканчивается. Так, тут хотелось бы сказать о том, что да, очень интересно идет тут у нас чат, большое вам спасибо. Заканчивается наш эфир традиционно перекличкой. Прошу вас сейчас всех сообщить, ну, кто может, конечно же, где вы слушали весь наш сегодняшний эфир, уважаемые наши зрители. Александра М, я смотрю с большим опозданием, но это же эфир будет потом выложен в записи в ютубе, и вы всегда сможете как раз его посмотреть. Итак, Детройт, у нас Санкт-Петербург уже есть, ко мне поправляет. Татьяна Константин Эра, вы хорошо изучили женщин, но я уже довольно в возрасте все-таки пенсионном. Так, Италия, Феррара, Штаты, Рига, Копенгаген, так, дома, дома в Омске, Нижний Новгород, Химки, Белореченск, Новий Сад, это, по-моему, Сербия, Израиль, так, Можгоград, Москва, Нарафаминск, Лондон, привет из Волгограда, Рязань, Чикаго. Ой, слышите, какая у нас география. Да, у нас Юля новый спонсор. У нас Юля новый спонсор, большое вам спасибо. Всех призываю оказывать нам финансовую поддержку в том числе, потому что, как известно, для того, чтобы быть независимым информационно и политически, нужно быть независимым финансово. Единственное, от кого можно зависеть, это от вас, уважаемые наши зрители. Итак, у нас Атланта, Прага, Иркутск, Академгородок, Москва, Киев, Лос-Анджелес, Кельн, Самара, Астана, Бабьево, Казань, Москва, Киев, Калибандия, Беларусь, Москва, Санкт-Петербург. Большое вам всем спасибо. Я вижу, что лента будет продолжаться, но эфирное время нет. Всего вам доброго, до свидания. Всех женщин, поздравляю вас с наступающим праздником от имени всего нашего мужского коллектива. И хочу вам пожелать прежде всего вам, женщинам, которые создают нас, людей, мира вам, вашим семьям, вашим детям. И до встречи в следующую среду. Субтитры создавал DimaTorzok